здравствуйте дорогие друзья человек приходит в этот мир в эту пустыню эту жизнь не один раз но мы это так знаем из книг из наших великих мудрецов но твердой уверенности у человека всегда нет есть какой-то такой знаете остается а вдруг а что а где если бы человек знал что у него две три там четыре жизни что все можно исправить я думаю что бог правильно делает что не дает нам полной уверенности в этом знаете один мастер на востоке обучал ученика стрельбе из лука ученик взял лук две стрелы приготовился к выполнению упражнения мастер подошел забрал у него одну стрелу и бросил в сторону почему ты отобрал у меня вторую стрелу спросил ученик я отобрал у тебя вторую стрелу ты неправильно говоришь отобрал у тебя первую так она все равно прошла бы мимо цели почему спросил ученик потому что стреляет ты знал что у тебя в запасе еще одна попытка вот примерно то что почему я думаю у бога именно такой резон чтобы не открывать нам всю правду и чтобы чек уж совсем там твердо не видел что так она есть пусть думает человек должен думать нам надо все время двигаться особенно в пустыне внимательно взвешивая свои силы я часто встречал людей которые ну как бы рвались духовности собрали на себя и потом проходит время и смотришь опять прошло почему потому что ну как бы нельзя сразу рвать на огромную дистанцию очень важно двигаться с правильной скорость не хвататься сразу за все не думать что все поймешь сразу если что-то не получается надо принять потом я всегда какой-то вещь вижу что потом не понимаю который меня смущает и откладываю на следующий год расскажу короткую притчу в одном царстве был государем и была у него единственная любимая дочка и настало время выдавать ее замуж желающих было конечно уйма красавица коррона государства тогда царь решил отобрать самого достойного и устроил испытание он велел построить 200 метров 200 этажей башню а затем заявил что отдаст свою дочь тому кто первый взберется на это на эту вершину приближенные не понимали зачем будущий спортсмен что ли зачем ноги сильные нужны наконец пришел день к соревнований были разные люди бегуны спортсмены и там осматривали башни демонстрировать свою силу цене был один непримечательный на что держал флягу с водой так спокойно не смотрел и вот дали старт бегуны рванули вверх некоторые из них даже перепрыгивали или это через две-три-пять ступенек и вот они отличавшиеся особенно спортивным качественным юноша медленно поднимался подымался не делая там с каких-то рывков установка вот он один уже сдался тут кто-то подошел там и вот на десятом этаже он обошел одного на 90 там другого и вот потихонечку зато он встретил одного из последних претендентов которые там на 117 тоже лежал уже на боку молочек сляла тихонечко дошел до самой вершины и когда состоялось торжественное объявление победителя все спросили царя почему именно это состязание царь сказал тот у кого нет терпения быстро загорается и также быстро гаснет я хотел чтобы моя дочь связала свою судьбу с человеком который знал чего он хочет и как этого добиться такой чек не погаснет на полпути согласно одному из изречений мудрейшего царя шлома тот кто спешит ногами грешник глупость человека исказит его путь она господа будет сердиться его сердце веленский гон объясняет эти слова порой человек с большим усердием берется за изучение торы за духовность за выполнение заповедей но очень быстро сокращает это и делает ему становится тяжело он не видит помощи там или так далее этот человек как правило начинает винить кого угодно творца там и все же не помогают ему хотя на самом деле чек виноваться надо двигаться постепенно останавливаясь взвешивая то что ты прошел и тогда ты достигнешь успеха именно за этом когда мы так не делаем не приходит помощь неба надо построить план план постепенного нашего движения изменения себя изменения своих качеств как материальном так и в духовном исследовать ему поэтому тяжелой дороге по пустыне и все будет хорошо все будет замечательно если мы сверимся с небом потому что это самый лучший компакт брахавы от слаха и чтоб все было хорошо потому что плохо уже надоело брахава брахавы от слаха